Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лёд идет». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава шестая. Жаль, что в жизни не бывает, как в сказке. Имман почему-то вдруг проснулся. Может быть, под окном проехала с грохотом машина или мама кошлянула во сне. А может быть, его разбудил синеватый свет, наполнивший всю комнату, или пить захотелось. — Шледжик любит плывать, — думает он. — Селедка любит плавать. Это не его и не Илгины слова. Видимо, он услышал их, когда ездил с Юрисом. — Попросить маму, чтобы принесла попить? — Имман прислушивается к глубокому дыханию в другом углу комнаты, где у стены стоит мамина кровать. Мама пошла бы на кухню, принесла бы чаю. Может, даже ложечку брусничного варенья подкинула бы. От одной только мысли о прохладном чае с кисленьким освежающим вареньем мальчик облизывает губы. Очень жаль, конечно, но он не станет ее будить. Она опять заведет свое. Будет угорять, выспрашивать, требовать обещаний, которых он все равно не выполнит. И еще чего доброго заплачет. Паршивое дело, когда мама из-за тебя плачет. Юрис никогда не плачет, ни слезинки не уронит. Он вчера рассказывал про такие страны, где зимуют наши журавли и жаборонки. Какие там горы и реки. Горы гораздо, гораздо выше, чем в Берсиемсе. Даже летом на самой вершине снег. Если бы Имман знал это, когда спорил с Зелмой, он бы спросил, а почему Бог хочет, чтобы в горах не таял снег, а внизу, чтобы таял? А? Или, может, не спросил бы. Маме не нравится, когда он так говорит. Она кричит, как Зелма. Не богохульствуй! И сердится. В комнате светло-светло. От стола на полу смешная тень. Настоящая корова. Ваза с еловой веткой, голова с рогами. Свисающий угол скатерти, вымя. Четыре ноги. Только хвоста нет. Корова стоит и не движется, и смотрит. Черная, неуклюжая корова. Ночной свет играет тенями. Рисует птиц, деревья, флаги, даже водяную колонку. Не верится, что днем это просто комната с потертой мебелью. Интересно, как бы выглядела его собственная тень? Имман встает, босиком выходит на середину комнаты, наступая на коровью голову. Поднимает руки вверх. Ха, птица. Большая, живая, крылатая, среди неподвижных вещей. Юрий сумеет из пальцев делать гуся, голого волка, зайчика, но все это сущие пастяки по сравнению с огромным, грозным орлом. Птица взмахивает крыльями, птица летит, только не свистят крылья. Скрипнула половица, и равномерное дыхание матери сбивается. Черный орел притаился в стороне. Замер. Да разве это орел? Босой мальчишка, снова вдруг вспомнивший, что хочет пить. Босые ноги топают на кухню. Длинная рубашка развивается сзади. Ой, комнатушка наполнилась через окно до краев белым светом. Здесь еще светлее, чем в комнате. Имман выглядывает наружу. Как все блестит. Еще больше, чем в тот вечер, когда они с Юрисом возвращались из Берсиэмса через лес. Но откуда этот свет? Тогда светили фары. Может быть, мимо едет машина? Нет, не слыхать. А если... А если выйти посмотреть, что там светит? Тихонечко, только на одну минутку. Посмотрите скорее обратно. Имман еще никогда не бывал ночью на улице один. Как это выглядит? Мама говорит. Надо запереть дверь. Поздно уже темнеет. Значит, темноты, ночи. Надо бояться. А сейчас светло. Сейчас светло! Он вбезает в Илгин и валенки, напяливает пальто прямо поверх ночной рубашки и выходит в коридор. Бобик, проснувшись, готов по привычке броситься за иммантом, но тот, избегая лишнего шума, вталкивает щенка обратно и быстро прикрывает дверь. На улице снег сияет еще ярче, чем казалось из окна. Имман, поднимая, как Айс, ноги в валенках, огибает дом и видит. Да это же луна! Вот тебе и фары! Огромные, круглые-круглые, как тарелка. Видали, что придумала? Светит и сияет, когда все спят, и никому не нужна ее света. Ну, может, кому и понадобится, какому-нибудь зайцу в лесу. Вдали печально гудит поезд, и еще долго слышится перестук колес. Товарный! Имман знает, что в такую пору пассажирский съезд не проходит. Шум затих, и ничто больше не мешает имман тут думать. И он опять смотрит на луну, переминаясь с ноги на ногу. По широким голенищам валенок холод добирается до голых пяток. Земля круглая, такая же, как луна. И, может быть, тоже светит? Нет, про это Юрис ничего не говорил. Вот было бы здорово, если бы земля светила. Человек идет ночью, и не надо ни фонаря, ни лампы. Улица блестит. Но ведь тогда бы все время был день, а ночь никогда. И луны не было бы видно. Жалко. Она красивая. Луна улыбается имманту. Наверное, услышала, что ее похвалили. «Ты красивая», — шепотом повторяет иммант. И луна улыбается еще шире. Лицо прямо как у человека. Глаза и нос, и нос, и нос, и рот. «Только ушей нет». «Только ушей нет». «А что у луны на другой стороне?» «Наверное, затылок». «Наверное, затылок». Тут неожиданно распахивается соседская дверь, а в ней мелькает, и сразу исчезает голова. И слышно, как мама Эджуса говорит кому-то, с ума сойти. Он уже по ночам шляется. По отцовским стопам идет. Поверь моему слову». Потом можно было разобрать, как сам Гобинь что-то буркнул в ответ. Жаль, что в жизни не бывает, как в сказке. В сказке к Кимонту подошел бы сейчас какой-нибудь старичок с бородой и сказал бы, «Скажи, мальчик, свое желание, и оно исполнится». Он бы ответил, «Дай мне шапку-невидимку». Надел бы он шапку и... Но в жизни все по-другому. Как ты не сжимайся в комок, из своей кожи не вылезешь. Да никому это уже и не нужно. Дверь закрыта. Никто его и так не видит. На грудь, как камень, навалилась обида. Светлое чувство, пересирившее жажду, выманившее его полуголым на мороз, как в воду кануло. Вернулось оно позднее, когда Иммант уже заснул. Во сне он ехал на машине с Юрисом. Они мчатся по бесконечной, сверкающей равнине. Внизу, у самого горизонта, блестит луна, и дорога, неясно мерцая, ведет прямо к ней. В руках у Имманта руль. Он изо всех сил старается гнать машину побыстрее, но странная тяжесть давит на ноги. Нагнувшись, Иммант видит, что это мешок, битком набитый библиями, точно такими же, как у мамы на верхней полке в шкафу. «Юрис, я больше не могу!» – кричит он. Но голос Юриса неумолимо повторяет одно и то же. «Нажимай на стартер! Нажимай на стартер!» Подъехав ближе, Иммант видит, что это не луна, а земля. Земля блестит и улыбается им навстречу, как луна. Субтитры создавал DimaTorzok